Я Менщикова Галина Фёдоровна, представитель сада СОД «Дружба». Вот у меня конкретные вопросы. Есть люди, которых называют свадебными генералами. Раньше так называли. В их числе я считаю серебряников, которые поздравляют во всех газетах уже лет 20. Где он был? Где? Сделай конкретное дело. Мне вот его поздравления вообще по барабану. Второе. Где Булатов? У меня про вас 18 лет. Не было ни одного нарушения за всё это время. И уж в правилах я разбираюсь, мама не горюй. Он что, не понимает, что ли? Остановка должна находиться в 50 метрах от перекрёстка. Тут наиопаснейший. Т-образный перекрёсток. И он напротив нашей остановки. Теперь лично о себе. Два раза я пыталась перейти по новому переходу. Да, там полоса всё покрашена. И два раза меня чуть не задавили. Я стою, жду. С двумя палками. Ступаю. Машина останавливается? Тогда я только ступаю. Первый шаг делаю. Ногу вторую поднимаю. Раз. Машина сзади. Это было только лично со мной два раза. Я думаю, там скончаюсь. Потом по поводу нашего умершего соседа по саду. Это был не пьющий, не курящий и ни в чём не виноватый. Мы с ним по утрам всё время ходили. Он очень аккуратен. Ездил на велосипеде и переходили мы с ним вместе. Так что всё это наглое, просто ложь. Так вот я призываю Булатова. Пусть приедет. И вообще ещё вопрос. Кто мне ответит? Что это за федеральная трасса? Ревда-Совхоз, да? Где такое сказано? Это пригородная дорога. Федеральная трасса. Ну, может, я вот тут как раз не права. Федеральная трасса – это Москва, Владивосток. И мы в том числе попадаем вот по основной Пермь, Сверхловский, всякие отрезки вот эти. А это что за федеральная трасса? Которая в тупик ведёт. Да. Потом пусть хоть один из них пройдёт по этому новому тротуару, который вплотную к дороге. Я не говорю про пыль. Но когда вот чуть-чуть слякоть или чуть дождь смочил, идёшь вот так вплотную к этому. И всё на тебя. Каждый день приходит. Каждый день сидит. Каждый день слетит. В чём распоряжении сейчас эта остановка? Кто её купил? Кому продали и за сколько? И на каком основании? Нам дарила её Высо или Соколов. Соколов нам строили её. Всё. Кроме благодарности этому человеку. Ничего. А это... Деньги отмыли просто на нас, и всё. Вот я резко сказала, но я сказала то, что думала. Валентина Ивановна, пенсионерка, жительница города Ревды. Приходится просто удивляться вот такому наплевательскому отношению наших властей, нашей городской думы и начальника ГИПДД. Никак не хотят нас ни понять, ни услышать. Ну, наверное, это уже даже не наплевательское отношение, просто издевательство над нами, над пенсионерами. То, что хочу сказать о переносе этой остановки. И нам почему-то пытаются доказать, что между старой остановкой меньше расстояние, чем сделали у новой. Хотя даже при невооружённом глазах видно, что там намного больше, и карман дальше от всей остановки отнесена, чем у новой. С чем это связано, непонятно. Почему нам пытаются навязать такое мнение, когда это всем видно. И даже при замерах, мы делали замеры, там, конечно, явное превосходство у старой остановки, чем у новой. Ну и, конечно, то, что сделали это, ну, я не знаю, как это вообще назвать. Или была отличная, хорошая остановка, или сейчас делали. Евгения, возможно, не сесть пенсионерам, придёшь с тяжёлыми сумками. Не пройти. Если стоишь, значит, надо ставить на грязь на пол всё это. Там все могли сесть, поставить сумки на скамейки. А если не погода, то, конечно, я сама однажды насквозь промокла в этой новой остановке. Потому что ни от чего она не защищает ни от чего, да. Во время грозы вообще... Ну, не знаю, кто нас сушил ещё, кто поймёт. Деньги грохали вот в это вот всё дело. И остановку, и отсыпали эти, как и бордюры там, как бордюры. Ну, всё сделали, тротуарчик, всё. Для чего? Чтоб мы сидели под зонтиком, под дождём, в этой остановке. Мы сидим в остановке, на нас льёт дождик. Это как называется? Столько груд денег, грохали они, но вместо того, чтобы всего лишь вернуть старую остановку. Никаких затрат, ничего. Это просто на злой людям. Это просто на вред. Зачем мы такую власть выбирали, а? Глухую. Не слышат они нас. К этой остановке нет ни с той, ни с другой стороны подхода. Да, да, да. Идёшь, пенсионер, вполне уравновешенный, мы идём по дороге. Нету никакого тротуара. И тротуар, вот даже в зимнее время, он вообще не чистится. И от дороги ещё не чистится там пространство. Идёшь, можно сказать, вообще просто опасно. Хотели сделать над этим? Это зачем? Такие трудозатраты. Для чего? Просто на вред. Когда что-то нужно кому-то в городе, вот, пожалуйста, на улице Ковалевник-то сделана стоянка. В принципе, центральная улица. Моментально сделали. Ульянов сколько боролся. Санитарная зона у пруда. Переделали устав, уменьшили эту зону. Это тоже можно. Пенсионеры просят, мы никаких затрат не уйдем, перенести нам эту, то есть оставить старую остановку. И переход сделать на старую остановку. Это почему-то всё. Такая проблема стала. Здравствуйте, дорогие друзья, команда «Летучий отряд» и другие структурные службы. К вам обращаются пенсионеры, садоводы и жители посёлка Южного, проживающие в Свердловской области города Ревды. Помогите вернуть нам прежнюю кирпичную остановку посёлки Южном. Вот уже год мы бьёмся вернуть её. А дело в том, что в 2016 году укладывали новый асфальт и при апроектировании изменили границы дорог. Во-первых, сузили её и установили пешеходные дорожки за счёт основной дороги, установив металлические заборчики и перенесли пешеходные знаки. А самое главное, лишили нас удобной, безопасной остановки. Для неё был сделан отдельный карман для пассажиров. Он спасал нас от всех климатических изменений на Урале. Остановка в направлении город домой. Большая, удобная, нам всем очень нравилась. Сделана с душой и заботой о простых людях. Приходя летом с урожаем, мы могли смело укрыться от ливня, грозы, ветра, грязи, от палящего солнца. Места нам всем хватало. Кто сидит, кто стоит. Ведь садов в этом районе очень много. И здесь находится жилой посёлок. Автобусы у нас ходят очень плохо. Приходится ждать долго. Идти пешком. С урожаем в город тяжело. Надо подняться в гору. А многие наши пенсионеры ходят с палочкой. Ждём долго. Автобусов нет. И приходится идти пешком домой, натрудившись в саду. Жалко бывает, да слёз стариков. А что делать? В данное время на горе искусственно сделан насыпь, исчебня. И установили металлическую трёхместную остановку. В народе называют собачьей будкой. Чтобы подойти к ней, мы выходим очень близко к движущим машинам. Что и, глядя, загружится голова, и мы окажемся под колёсами машины. Здесь осенью произошёл несчастный случай. Машина на повороте сбила велосипедиста-садовода. На этой узкой дороге видимость минимальная. И эти ненужные заборчики, и наша новая остановка тоже мешает. Зимой пешеходные дорожки не чистятся. Грязь летит на остановку. На остановку на людей ужас. Обращались к администрации города, ГАИ. Писали письма к губернатору области и дорог. Потрялись нам помочь наши любимые газеты «Городские вести». Приезжал молодой депутат Дмитрий Ионин из «Справедливой России». Очень был удивлён. Зачем нам всем всё это сделали? Мы благодарны всем, кто притягивал нам руку помощи. Но все обстоятельств не смогли. Может, вы сможете нам помочь? Пожалуйста. Ведь мы просим совсем немного вернуть нам вежнюю остановку и пешеходные знаки. Мы, пенсионеры-садоводы, заслужили своим трудом внимание, уважение к нашей старости. Люция Бакасовна. Садовод с 6-го РФМС. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok